Поговорим о некоторых особенностях товарно-денежного обращения, так сказать, в комитивных культовах. В первую очередь, это таким явлением, как подлощи, таким явлением, как кул. Постараемся дать им интерпретацию, отличающуюся от привычной нам интерпретации батарея или струс, ну и других исследователей. Именно у нас в этой области тоже отменяется. Как ни странно. Что такое полночь? Полночь – это в основном тихоокеанское побережье Соединенных Штатов. Следующий обычный. Он состоит, что некто, какой-то идеец, устраивает большой праздник. Этот большой праздник производится таким образом, что раздается очень много всевозможных полезных вещей. То есть человек, когда не работает, берет в долг у всех окружающих людей и устраивает свою полночь. Тогда он дарит всем окружающим лодки, шкуры, что-либо там еще, что-то, может быть, бусы, ну все свои сокровища, орудия и труда. Но самое интересное в нем, что он не только их дарит, но он еще и их пост уничтожает. Берутся 8-9 лодок и за один раз во славу Бога или во славу кого-то, во славу духов они уничтожаются. Это такое странное обычае по уничтожению материальной ценности у идеец. Это называется подлощем. Что такое кола? Кола это уже атлантическое побережье Америки. Это Карибский бассейн. Там люди жили на небольших островках всевозможных. И люди пытались они между собой обмениваться. Но обмен у них существовал в форме датара. Ну, например, брались какие-то украшения или что-либо еще. И в один определенный день в году они собирались со всей командой и ехали на соседний остров. И там его просто-напросто дарили. После этого этот же материальный объект, те, следующие люди, передаривались следующему племени. Тоже собирались и ехали на торговство. И так далее. Возникала некая такая цепочка, в чай очередность которой проявлять было нельзя. И ваши материальные ценности теперь распределялись между людьми путем простого свободного дара. Притом, между обменом, так называемым, товарно-денежным, и торговлей, и вот этим самым даром, экономикой дара, индейцы проводили очевидного рода различия. Очевидное рода различия, оно состояло в том, что кому ты что-то даришь, тем не имеешь права торговать. Торговля – это было нечто совсем другое, чем просто свободный дар. Очень легко представить себе, что разновидность укола была и монгольски известной обычай, что когда купцы пришли к Чингисхану, он спросил, что и сколько стоит его ткань. Купец называл Заницену. Чингисхан приказал отобрать у него ткань, а его самого посадить в тюрьму. Потом пришли, значит, остальные купцы, и они сказали, сколько он стоит спасенных. Они сказали, они нисколько не стоят, это наш дар тебе, великодушный государь. Вот Чингисхан типа этому обрадовался, и после этого разрешил им, отгрузил это, по-моему, золото в значительно большей мере, чем делька не стоили когда-либо еще. Мы видим здесь странного рода парадокс, связанный с Кул. Она состоит, что товарно-денежные отношения и торговля – это нечто низкое, а все, что является просто бескорестным как бы даром, оно считается высоким. Чингисхан был оскорблен тем, что с ним пытаются торговаться, в то время как ему было положено приносить всего лишь дары. Это интересный обличий, по свидетельству обличий Кул у всех феодальных и ахарических обществ он распространен. Вот я говорил о монголах, я говорил об индейцах, доживших до наших времен, вот Карибского бассейна, Ангельских островов и всех прочих со всем этим клубом. Мы видим, что их методика принципиально отличается от нашей, точнее, принципиально. Мы видим, что там все основано вот на этом самом даре. И в самом деле, о каком товарно-денежном отношении можно всерьез… Да, и там еще они отмечают, эти индейцы, еще удивительный праздник, он состоит, что у них есть какие-то рисовые коврики типа, и после как этих рисовых… и у них есть какие-то медные тазы, такой смешной тоже обычай, и он состоит, что в торговле наоборот, что одно племя приходит к другому племени, и один говорит другому, а знаете, вы не сможете купить там за 500 или за 600 рисовых ковриков или от моей медной тази. А тот говорит, нет, я могу не только за 500 или 600 купить, но могу купить и за 1000, и за 2. И когда он наконец находит у себя вот этих самых 2000 ковриков, хотя мы купить этот тазик за 600, он добавляет еще 20-10 с хохотом, и считается, что он другого вождя другого племени, и таким образом он победил. То есть возникает торговля наоборот. Это очень похоже тоже на подлочь, то есть тоже происходит уничтожение неких материальных ресурсов, но происходит вот таким образом, который отличается от нашего чрезвычайной и чрезвычайно сильно. Я говорю, что в ранних феодальных обществах, когда вы все занимаетесь не тем же, например, выращиваете зерно, товарный денежный обмен он лишен определенного рода смысла. Он лишен определенного смысла, товарный денежный обмен. Потому что если вы делаете одно и то же, вам нет никакого смысла меняться. Для вас более того обмен, любая торговля является попыткой неэффективной, потому что у вас еще присутствуют транзакционные издержки. Поэтому она неэффективна. Тем не менее существует некий ритуальный обмен, связанный с подношением и с даром. Люди на празднике, на день рождения дарят друг другу большие разные подарки. И это как бы есть некоторая экономика, можно сказать, да, экономика уважения. Но эта экономика уважения отличается от прямого изъявления выгоды. Более того, если ты начинаешь с кем-то торговаться, то тем самым ты этого человека превращаешь в некое существо, исключаешь его из собственного круга. Это вот так. Кстати, забываешь здесь, что все такие дары, они вначале делались Богом. Такие безвозмездные дары, да? Я об этом позже скажу. Просто здесь модель дара и ответного дара – это не что иное, как модель, на самом деле, взаимоотношения с Богом. Поэтому, когда ты к человеку относишься именно с позиции дара и ответного дара, то ты его, ну немножко хотя бы, приближаешь именно к Бога. Да. Часто, когда говорят об этой самой вещи, они точно так же говорят, что это вот такая экономика выгоды. Что на самом деле даря кому-то или что-то и делая такое, просто уничтожая. Я покупаю престиж. Некоторые говорят, что он уничтожает свои лодки и есть и покупает престиж. За лодки он выменивает собственный престиж. Это раз. Во-вторых, говорят, что действительно дар Богу уничтожать собственные лодки, без которых ты можешь потом умереть либо от голода – это благодарность Богам за их щедрость к тебе. Тоже, но это все попытки свести подлощ и колу к нашему привычному обмену. Вот мы вот привыкли вот так меняться, извлекать выгоду. То есть считается, что… Я видел даже объяснение подлоща из следующего рода удивительного. Они состояли в том, что такой обмен – да, это как бы способ, наоборот, сохранения товара. Ты даришь им сегодня, а завтра у них будет свадьба или что-либо еще, а они не подарят тебе обратно. То есть люди пытаются всеми силами и за подлощем сохранить его товарно-денежные отношения, такие привычные нам. Они полагают. Но это очень напоминает, как в украинских селениях, когда нет холодильника, и все забили свинью, трогают ее на разные части и раздают под остальным хатом. Потому что в следующий раз они забьют свинью и тоже раздадут и вам их кусок. Холодильник – это нет, и всю свинью ты за раз не съешь. Ты раздал его по деревне, и тебе его вернули. Некоторые думают, что подлоща – это нечто подобное. Ну, указ взаимопомощи также. Это много примеров. Что на большой праздник вам все раздали, потом они тебе чего-то раздадут и так далее. Это не так. Главное в подлощи – это уничтожение. Уничтожение однажды, полностью. Полное уничтожение. А концель какая-то есть у этого подлоща? Вот мы постараемся в этом разобраться. Некоторые думают, что это утилизация собственности. Мы должны много-много-много-много лодок с новых-новых-новых-новых производить. Поэтому давайте-ка мы возьмем лодок, которые показали самому богатому и самому успешному индейцу из племени, уничтожим. И это тоже не так. Это хотя немножко очень похоже. Так, между прочим, мы интерпретируем эту ситуацию бодря, что это способ социальных отношений. Ты с человеком общаешься таким образом. Ты оказываешь ему уважение путем подарка. Ты даришь ему подарок и тем самым оказываешь ему уважение. Действительно, в современной Германии 75% книжек покупаются для того, чтобы преподнести в дар. Их не собираются читать. Ими пытаются дарить. Бодряк здесь замечает, что эта экономика тупиковая. Почему? Потому что старые времена, то, что тебе дарят, она тут же использовалась на значение. Сейчас весь мир перегружен, как я замечаю, в бодряк. Впоследствии такого вот да-да-да. Ты подарил человеку книгу, а книга стоит у него на шкафу. Я тебе книгу... Подарил ему микроскоп? Подарил ему микроскоп. Этот микроскоп тоже стоит у тебя на стене где-то или еще. То есть квартиры, дома, жизнь человеческая, она оказывается переполнена такими вещами, которые являются всего лишь дарами дружбы или дарами социального отношения. Но они после этого остаются у тебя. И весь мир как бы заваливает этими самими вещами. Это вот подобного рода тенденция, которая пытается нам объяснить подлощи. Я хочу предложить совсем другую интерпретацию, сильно отличающуюся книгу. Это самая ситуация. И действительно, мне мой кошак, которого черномырник так называемый, я его на улице на Мэке 112 нашел, он ко мне крыс носил этих, он меня благодарил за то, что я ему даю право иногда спать у меня на шкафе, на шкафу. Он у меня на шкафу жил, он заходил ко мне через форточку, приходил в шкаф и на первом этаже жил. И там существовал, и не хотел оттуда уходить совсем. Это быть может. Это может быть и так тоже интерпретация. А может быть это интерпретировать так, что он хотел показать, что полезно? Да, быть может. Но опять это все речь идет об утилизации. Вот у меня голубь пытались когда видеть у меня на балконе. Гнездо никак поступали. Они самец приносил веточку и складывал. Он полезный, полезный очень. Это бы ритуал ухаживания. Ритуал ухаживания. Семец приходит и собирает себе этого нердышка. Но хочу заметить, он принципиально отличается от подлоща. Подлощ, я говорю, принципиально уничтожение материальной ценности. Просто принципиально. Суть его в принципиальном показном уничтожении материальной ценности. Настолько показном и серьезном, что после этого человек даже начинает голодать. Его семья влезает в долги и так далее. Вот в этом суть подлоща. Подлоща это не обмен. Это не дар мышке от своего кота. Это не дар мышке от кота. Безусловно. И это не сохранение свинины в западноукраинских деревнях. Когда сегодня я раздал свинину, а завтра мне раздадут свинину. Тоже разрежут и раздадут. Это совсем не так. Принципиально. Если бы ситуация была в деревне, где бы все принципиально голодали. И вот наконец бы не голодали. Если бы они собрали эту свинью и просто бы ее уничтожили. Не съели, а уничтожили принципиально. Вот это было бы чем-то и напоминало бы на индийских подлощах. У меня в связи с этим встает только старинные финикийские обычаи. Сжигать своих перенцев. Был специальный медный бык. Если в семье рождался первый ребенок, то его обязательно было пожертвовать Богу. И сжечь его в этой самой печи и жилье. То ли на третий, то ли на пятый день от рождения его таким образом уничтожали. Поэтому подлощ, его череду надо, на мой взгляд, искать не в кругу товарно-дневных отношений, хоть и самых проникливых. Не взаимоотношений кота, который приносит теперь дар соседскую конареку. Задушенный, заботливый, уже почтящий пандук. А состоит в том, в этом самом замечательном финикийском, среднезаморском обычае, сжигать первенцев своих детей. На самом деле я бы обобщил, в принципе, жертвоприношение. Может быть, надо разобраться, я не уверен. Ведь не только я... Иногда жертвоприношение понимается в нашем русском православном смысле. Я иду к иконе какой-нибудь там евилской богоматери и говорю, а подавай-ка мне чего-либо там еще. А я тебе за это золотое кольцо подарю. Нет, просто постепенно жертвоприношение, как полное уничтожение, заменяется заместительной жертвой, которая впоследствии заменяется обменом. На самом деле это некий путь пройденный. От жертвоприношения чистого, когда ты ничего не требуешь, ты просто приносишь жертву. Да, так вот и хотелось бы говорить об этом самом числе. В виде благодарности. Потому что те, которые приходят к православным иконам молиться, они часто с ним заключают с Богоматерью только денежное отношение. У нас есть, на самом деле, пример того абсолютной жертвы, которая доступна всем людям на земле в огне во все времена. Это Солнце. Все люди во все времена обращали внимание, что Солнце всегда только дарит. Вот оно дарит. Это пример как бы вот этого дарующего Бога. Как бы пример абсолютной жертвенности. На самом деле, если мы посмотрим, у всех народов Солнце является Богом. И как действует Бог? Бог – это пример абсолютного дара. При этом понимать, что при этом Золото, Солнце ничего в себе не теряет. Здесь человек теряет. Человек, который относит своего первого Солнца на Солнечную сожги, теряет бесконечно много. Есть понятие, например, действовать как Бог. А если человек, подражая действию Бога, то он, значит, в каком-то отношении становится на один уровень с Богом. Даже в Христианстве есть и в Нагорной проповеди. Будьте совершенны, как совершеннее Бога. Я бы здесь с тобой согласился бы в том смысле, если бы речь шла о каком-то Боге, который теряет бесконечно много в момент жертвы. Вот таким, например, описывают жертву Иисуса или жертву Бога Отца. Который теряет бесконечно много в этом самом момент жертвы. Вот с этим бы я согласился. Но Солнце не так. Солнце ничего не теряет от себя. Но если брать конкретное Солнце, настоящее, то оно теряет. Настоящее-то Солнце. Почему? Ну как, энергия уже теряет? Ну и что? Это для него несущественно. Можно сказать, вот я сижу, температура 36,6. Около меня можно покреться. Теряю я ли при этом? Да ничего не теряю. Я теряю, я говорю, да. Но является ли эта потеря для меня существенной? Не является ли мне существенной этой потерей? Ни в коем случае. Я так устроен. Я боел, температура у меня 36,6. Я вот хочу заметить. Ведь, а когда говорят о старинном физикийском обычае, то у нас получается следующая вещь. И вот одна из интерпретаций состоит, что один человек из тела другого человека, сжигая своего сына, своего тела перенца. Тем самым я, отрицая дело, превозношу дух. Дело в том, что можно здесь возразить, что древние как раз не понимали различия духа и тела. И они так их не отличали. Ну, может быть и так. Потому что и боги были тоже телесные. Можно и так, можно попытаться возразить. Но я пойду дальше в этой интерпретации. Я хочу обратить ваше внимание, что любое потребление есть уничтожение. И любое потребление. Я пошел и съел курицу. Нету курицы. Я съел картошку. Тоже нету. Я одел футболку и поносил ее до дыха. Это тоже. Любое потребление непосредственным образом всегда и почему-то связано с уничтожением. Поэтому можно сказать, что помимо деятельности в себе, а деятельность в себе состоит в том, что я чего-то просто так потребляю, но потребляю для того, чтобы потреблять. Ем для того, чтобы быть сытым. Пью для того, чтобы быть. Когда речь идет о потреблении как потреблением, то есть в форме для себя, то я его делаю в некой своей чистоте. В чистоте идея потребления, она состоит в идее полного уничтожения. То есть, безусловно, здесь нет никакого разделения на телесность и на сознание, с одной стороны. Но с другой стороны, несомненно, есть и другое разделение на в себе форму и для себя форму. Как в себе форму мы оказываемся, что мы просто живем в этом мире, мы просто, называется, живем. Потребляем, что-то совершаем. Если мы этот важнейший этап потребления полагаем для себя, то есть положаем форму как для себя, тогда мы превращаем его в некую карнавал, в карнавализацию, в сумасшедшее уничтожение того, что есть. То есть, все в нашей жизни, оно и есть потребление. Откуда идея потребительской стоимости у Марса? Потому что мы потребляем, то есть уничтожаем. Здесь есть обратная ситуация. Мы его потребляем для того, чтобы потреблять. Вспомним, как устроен тот же примитивный индейский праздник. Когда никто надевает себе шкуру медведя и танцует в этой самой шкуре медведя, он не становится медведем. Он танцует для того, чтобы подражать медведю. Подражать ради подражания. То есть, как раз речь шла о некой рефлективном усилии сознания. В настоящий момент мы живем в мире, и мир мыслит нами. Мама, на которого мы охотимся, однозначно диктует нам наше поведение. Точно так же рыба, которую мы ловим, и лодка, которую мы делаем, и отношение потребления, к которому мы вступаем с оболовным хручком, они тоже нас полностью определяют. В этом смысле мир мыслит нами. Но оказывается, в противоположной ситуации, что мы можем подражать вот этому самому потреблению, то есть уничтожению как таковому, ради того, чтобы подражать. Подробно тому, как и индеец пляшет в шкуре медведя. Он не становится медведем. Он пляшет ради самого, собственно, способа подражания самому себе. То есть он подражает самому себе, конечно. Подражая медведю, он подражает самому себе. Точно так же и подрощ представляет из себя ничто иное, как форму подражания самого себе. Мы в обычном мире меняемся. Когда мы подражаем друг другу, мы это дело просто-напросто уничтожаем. Вот такого ситуации. Здесь нет, я хочу обратить внимание, различия духа и тела. Но есть различия в себе и для себя. Оказывается, таким образом, подлочь, уничтожение нажитого всей своей семьёй, связанием в долги и просто уничтожение, является некой квинтинсенцией человеческого духа, данной в посту и телесной форме. С одной стороны, это телесность, как и повисание шкуры куницы или кого-либо еще и в маске. Но с другой стороны, эта телесность у нас оказывается глубоко рефлективной. Вот в такое оно погружённое. Это удивительное свойство, которое хочу предложить для вас, для собственной интерпретации, для обсуждения. В то время, как бадаря и кто-либо еще говорят нечто противоположное. Они говорят, что это всего лишь дикие обычаи диких племён. Просто-напросто. Они таким образом поддерживают между друзьями и своими соседями социальные отношения. То есть подлачь это не обмен потом? Подлачь не обмен. Потому что, действительно, бадаря это символический обмен. Да, символический обмен. Подлачь это не обмен, да. Просто в социальной среде как можно совершать какие-то поступки и как можно эти поступки совершить вне обмена? У нас наше общение изначально, наше взаимодействие изначально, оно вот есть некоторый родообмен. Да, да. Как может быть подлачь вырезан из этого обмен? Может, как и праздник любой. Даже жертвоприношение. И кто это свой родообмен? И какой-то не обмен получается. У тебя же тот же праздник ты устраиваешь. Кто-то пляшет в шкуре своего тотемного животного. Кто-то медведя, кто-то куницы, кто-то волга, кто-либо еще. Согласись, что это тоже не обмен. Это пост, танец в их шкуре. Просто ты еще как бы опять, с одной стороны, когда говорил о духе и теле, это различие для древних еще не очень ясно. Поэтому они не разводят эти вещи. Но точно так же они не разводят индивиды и общество. Для них нет отдельного индивида, вот отдельного, изолированного. Всякий индивид, он на самом деле является вот клеточкой общества. Как вот в организме есть отдельное. То есть ты утверждаешь, что позлощик, как след за бодриариумом, это способ клеточки чувствовать себя жизнью в обществе? Не знаю. Я понимаю, что это не обмен. Колу я не могу объяснить таким образом, например, как я вот тут делаю. Потому что это вот для себя бытие, это все-таки нечто доступное только отдельному индивидуу. Как может быть для себя и бытие как бы доступное целом? Для себя бытие как праздник, когда они все собрались, для того, чтобы они охотились на мамонта, и мамонт управлял им целиком и полностью. А то взяли они и устроили себе праздник. И все вместе скачут. Так вот, что они вот все вместе скачут. Именно что? Потому что они все вместе скачут. Да, все вместе скачут. Индивиды исчезают, возникает некое общество. И все это возможно только внутри общества. А общество вообще держится исключительно на взаимодействии. Ну, и здесь точно так же. Значит, ты хвоточ тоже по своему обмену. Один уничтожает все это дело, а это не означает, что это обмен. Один уничтожает, а все остальные стоят рядом и сострадают. Ведь у тебя, когда все пляжут в школах, это же тоже не обмен. Это просто праздник. Ну, не обмен. Тут просто можно, если как разходить с другой стороны, вот почему, что уничтожается? Ведь не уничтожается нечто природное, да? Не уничтожаются там какие-то леса, которые рядом находятся. Какие-то животные, которые где-то бегают на воле, да? А ведь уничтожается то, что принадлежит человеку. То есть его продолжение его тела, да? Да, я и говорю, что это тоже примерно то же самое. То есть у тебя и с тем, что у тебя другой человек, включен в твою непосредственную телесность, а Геги так и говорит, что когда я испытываю боль, когда причиняют боль моему сыну. В этом момент стоит. Человек – моё неорганическое тело. И для индейца точно так же. И для его его стада. Правильно. Именно поэтому нет отдельного индивида. На самом деле есть у некого рода, ну, будем говорить кратко, род. Да, вот есть некого рода род, и когда я приношу, когда, точнее, древний человек приносит в жертву своего ребёнка, он на самом деле в жертву приносит себя. Да, конечно. Он не приносит в жертву отдельно какого-то другого индивида. Конечно. Я так и говорю. Он приносит часть себя. Я так и говорю. Какой-то известный электрон. И здесь, и здесь ровно та же самая ситуация. Он опять-таки не приносит в жертву что-то другого. Свою лодку приносит. То есть и так же с лодками. Это тоже лодки, и всё его имущество – это продолжение его. Да, конечно. И он приносит опять же жертву самого себя. И вообще, более того, опять же, я недаром заговорил про жертву. Потому что жертва – изначально и есть такого вида действий, в котором ты приносишь в жертву ничего-то другое. Себя приносишь. Просто это себя выполнено… Манифестированного. Манифестированного, да, как бы… Других вещах. Через лодку. Через лодки, через детей. И, может быть, даже через часть своих отдельных органов. Когда у вас наговицы неправильно совершенно замечают по поводу того, что когда человек пляшет в школе медведевым, подражает не медведеву, а подражает самому себе, конечно. И еще, как бы, хороший пример. Просто в древности был еще такой обычай, и тоже замечен у многих, когда человек сам себя приносил в жертву за общество. То есть человек… Вот в некотором отношении миф о Христе, да, когда Христос приносит жертву за народ, да, в самом деле, вот есть отражение вот этого древнего сознания, да, отдельный человек. Вот есть такая заместительная жертва у иудеев, когда козла отпущение, да, ему все грехи отдают и отпускают. На самом деле это заместительная жертва. То есть изначально, видимо, был некий человек, которому передавались все грехи и которого отпускают. Я не знаю, я как раз про иудеев-то… Вот есть такое обычное, когда человек за общество отдаёт себя в жертву. Вот это на самом деле вот это фундаментальная вещь. То есть… Ну, это как раз лично с вами другое, что я хочу сказать. Нет. Это как раз таковое отношение с Богом. Нет, нет, нет. Меня она… Позволит устроиться новую работу у Богоматери, а я ей и кольцо под это… Нет, это мы сейчас так… Опять же, это и наша интерпретация, может быть, и мы сейчас так пытаемся это понять. На самом деле, изначально не в этом суть состоит. А в изначале состоит то, что абсолютная жертва, если жертва собой… Ты можешь пожертвовать имуществом. Это частичная жертва. Ты можешь пожертвовать частями себя, там… Своими детьми, там… Своей рукой, там, ногой и так далее. А ты можешь пожертвовать собой – это абсолютная жертва. То есть, когда ты жертвуешь всем, чем у тебя есть. А у тебя есть только твоя жизнь. И ты можешь не пожертвовать – это абсолютная жертва. Это никакая не торговля. Какая же торговля – это когда я… Кусочек своего меняю на кусочек чужого, да? И, тем не менее, я сохраняю изначально у него некоторого рода баланс. Потому что торговлю важно самому сохраниться и не разориться. То есть я все приобретаю и приобретаю. И речь идет о том, чтобы на этом выгадать. А абсолютная жертва состоит в том, чтобы уже ни на шторм не выгадывать. Когда ты полностью себя жертвуешь, ты уже не можешь ничего выиграть. Что ты выигрыш, если тебя не будет? И возможно, вот эти вот потлачи, это вот есть свое родоослабление изначального, вот этого абсолютной жертвы. Потому что два пути ослабления этой жертвенности есть. Один путь – это заместительная жертва, когда постепенно вместо того, чтобы человек приносил себя в жертву, переносится в жертву животное, потом приносятся в жертву дары какие-то, дары полей и прочее. А потом скрестяство все это упраздняет, и переносится в жертву только молитва. То есть свое личное время. Ты идешь, и это Богу молитвы приносишь, это своего рода жертва. Ты жертвуешь Богу свое время, свое внимание. то есть доходит до этого, между прочим, что христианство ополчилось против жертвоприношений, то, что Христос зашел в кран, опрокинул всех этих торгующих и так далее, на самом деле это некая единая линия того, что отказа от жертвы, и потом это обосновывается тем способом, что Христос в последний раз приносит себя в жертву за человечество, и больше жертве не нужно, он уравновесил своего рода долг, но это последующая интерпретация. Это один путь. А вот другой путь, это путь как потлощи, где не заместительная жертва, а где остается жертвование собой, оно нам кажется даже бессмысленным, но все-таки сохраняется, жизнь человека сохраняется. То есть потлощи это уменьшение интенсивности этой жертвы, но она остается еще в этом ключе, что все-таки в потлощи ты действительно так много жертвуешь, и твоя жертва так изобильна, и ты уничтожаешь, и что значит уничтожить? Это значит пожертвовать уже абсолютно, то есть тебе уже никак не возместить, тебе никто не вернет, ты ни торговля не возможен, ничего. Но ты тем не менее сохраняется жизнь твоя, то есть более цивилизованная жертва, если можно охотиться, да, без абсолютной потери. Я бы все-таки думал, что вот здесь именно вот эта все-таки логика жертвоприношения. А у тебя получается, что это своего рода индивид пытается таким способом обнаружить самого себя. Ну не обязательно индивид. Почувствовать в самом себе. Да, это у тебя получается хреническая формула рефлексии, да, у меня. Это хреническая формула рефлексии. Ничего более. Танец это танец. Это не просто обычный балет. Это интересная форма рефлексии. Да, интересная форма рефлексии. Да, интересная форма рефлексии. Что тебя попытка будет это приписать уже дальше Богу, именно в следствии рефлексии возникает. То есть Бог у тебя возникает в рефлексии, он тебя не предшествует миру. Он тебя возвращает, потому что ты в рефлексии отличаешь себя от мира. Я думаю, что на самом деле для древнего человека, ну и вообще для правильного понимания, что такое Бог, мы с Богом не можем торговаться. Это сейчас мы как бы слишком умными стали, мы уже пытаемся и с Богом торговаться и прочее. Потому что мы уже благодаря христианству поставили себя на один уровень с Богом. Потому что однажды Бог стал человеком, и человек ходил среди нас. То есть Бог ходил как человек среди нас. И вроде мы как бы так обнаглели, что уже считаем, что мы с Богом вроде как в виде Христа на одном уровне находимся. И можем с Ним уже как-то там торговаться и прочее. На самом деле изначально между Богом и человеком такая огромная пропасть для третьего человека, что там никакая торговля невозможна. Тем более если Бога понимать так, как Солнце, которое источает свой свет, и от этого не становится беднее, то и бесполезно, как можно торговаться с таким купцом, который сколько бы тебе ни дал, он от этого никак беднее не стал. Зачем ему нужны твои дары? Чтобы что? Он от этого богаче никак не станет. С Богом невозможно торговаться. Сама форма торговли, это торговля всегда ограниченных существ, которые в чем-то нуждаются. Это обмен, ты правильно сказал, чтобы они более низкие взаимоотношения, где каждые два нуждающихся встречаются и обмениваются нуждой. А когда ты их соотносишь с Богом, то Бог, он не нуждающийся, он некая абсолютная полнота, и ты не можешь ему ничего дать. Просто потому что ты хоть и нуждающий, но он абсолютная полнота, ты замену ему дать ничего не можешь. Ты принимаешь такой абсолютный дар. Единственное, что ты можешь дать, такой же абсолютный дар, это отдать свою жизнь. Ничего другого у тебя нет. Потому что все остальное, все эти твои лодки, весь твой скарб, все это нечто второстепенное. Ты этим никак не можешь соотнестись с Богом. И как бы абсолютного рода соотношение только такое, это просто отдать свою жизнь и все. Вот здесь и сейчас. Ума ее даже дарались за право отдать Богу, соревнованиям устраивать. Да, потому что выйти, выступить и отдать свою жизнь, это абсолютный почет. Причем надо здесь понимать, что дарались-то, потому что индивидуальности еще нет. Потому что на самом деле общество понимает, как никакой рода организм, и каждый отдельный человек это клетка. И поэтому, кто конкретно будет уничтожен, не важно. Кто конкретно отдаст свою жизнь, не важно. Это отдает жизнь вот этот организм, да, общество как организм. Он отдает отдельно своего индивиду. И вот мне кажется, вот эта вот модель изначального дара, да, как бы дара, который осуществляет Бог, ну, в виде прежде всего Солнца. И все, если вы заметите, во всех культурах Солнце является Богом, во всех культурах. И вообще изначально понимание Бога как Солнца, это вообще фундаментальная вещь. Именно принцип Бога как Солнца. Потому что Бог как Солнце, это нечто, что дарит себя, как бы вот, и отдариться этому никак невозможно. А почему это важно, что Бог как Солнце? Потому что ведь Бог как Солнце дарит нам тепло, дарит нам свет, дарит нам возможность выращивать плоды, там, и прочее, прочее, прочее. То есть, если вдуматься на самом деле, вся наша планета живет за счет энергии Солнца. Да, и это странно, что когда твой ответственный ход Солнцу, которое дарует тебе жизнь, состоит в уничтожении себя. Потому что это абсолютный дар. Ты отдаешься, ты нет. Если не по-руду абсолютный дар, понимаешь? А вот если вспомнить гикатону, допустим, 100 быков принести в жертвенность. Ну, представьте, насколько для нас безумным сейчас, с экономической точки зрения, пожертвовать 100 быков в честь какой-нибудь праздника или в честь своего-нибудь события. 100 быков. Представляешь, что это такое гикатонба? Сжечь просто в костре. Даже вообще, даже тут немыслимо, даже просто стадо этого выразить, огромное стадо, взять сжечь. Я не представляю, какой костер должен быть и как это все происходило. Так а где это происходило? У греков гикатонба называлась. 100 быков жертву принести. Ну, да, понятно, да, что Абрамович, когда покупает новую яхту, он не празднует подлочь, просим этого. Да, вот этот, он все-таки занимается престижем. Да, он занимается престижем. Он все-таки писан экономик. Между BMW, который ему не по карману, и Ford Focus, который ему по карману, покупает BMW, он тоже покупает престиж. Да, и здесь, и везде все-таки это все-таки экономический обмен. А вот символический обмен, да, о чем разобрать хотел сказать, он такой, ну, как бы, в нем нету вот этого уравновешенности, да? И потому что изначально вот это избыточность. Известного анекдота по 90-х годов, по-новых русских. Пришли два новых русских в салон, один покупает, он говорит, говорит, мне говорят, два мерседеса. Его друг спрашивает, а зачем тебе два мерседеса в северном салоне? Алло, ты же меня вчера кофе угощал? То есть оно состоит как раз в символической форме обмена. Потому что тут угостил его кофе, а поэтому и вчера. Поэтому я тебе сегодня куплю мерседес. Это невообразимо, но с точки зрения феодального общества, это как бы кажется, с точки зрения бадырия, это кажется правильно. Потому что обмена символически, это неравное, неравное меняешься, но равное. Тебе оказали дар, и ты тоже оказываешь дар. Неважно, что то, что ты отдаиваешься, носит принципиальный, но и характер, просто стоимость. Это отличается от товарно-денебных отношений. И вот выступают как бы два вот этих разных противоформа. Одно из них состоит в подобного рода обмене, когда ты, по какой-то причине, твой дар состоит в самоуничтожении полном и тотальном. И вот ситуация. И второе, когда это на самом деле никакой не обмен, ни в какой форме, а всего лишь праздник индейцев с бубном, трещотками, лошадиными головами, медвежьими шкурами и всем прочим. Получается, что подлощь ничем не отличается, с моей точки зрения, то есть с точки зрения, отличающейся от бадырия русской, от индейского праздника. То есть какая для себя будет ее форма. Я вот еще здесь бы заговорил о неутилитарных. Дело в том, что почему именно уничтожается? Почему нельзя просто куда-то унести, а не положить? Потому что если, ну, нужно проявить вот эту неутилитарность, понимаешь? Потому что, как ты правильно говоришь, есть дар, вот, например, как деление, это твоя поросенка или прочее, который на самом деле выглядит внешне как дар, а на самом деле это нечто утилитарное, это скрытый обмен. Уничтожать надо именно потому, чтобы даже намека не было на утилитарность. Это вот важно. Я не знаю. Я считаю, что потребление, как положено в форме для себя, оно приводит к уничтожению. В общем, было бы интересно, мы тогда обсуждали в прошлый раз. Все-таки это потребление неутилитарное. Ну, ты понимаешь, что есть потребление утилитарное? Нет, подожди. Любое, любое потребление положено для себя, потребление в себе, оно утилитарное. Я взял хлеб и съел. Я его уничтожил, конечно. Но самое главное, что я его съел, я сын. А потребление, взятое как таковое, взятое для себя, оно получается пустое, чистое, неутилитарное. Уничтожение. Если я взял хлеб и жжу, вот это и будет. Для современного сознания всякое неутилитарное, оно понимается как бессмысленно. Потому что всякий смысл всегда наполнен этим утилитарным. Да, это, конечно, без сомнения, это точно так же. Зачатки искусства. Да, любого смысла. Любого этого, действительно, современным обществом оно и так происходит. Очень интересно посмотреть, что товарно-денежные отношения, они всегда воспринимались как нечто низкое, на фоне более совершенного. Ну и более того, почему, одно из перечит, почему все-таки религия вытесняется из современного светского общества. Потому что религия это неутилитарное. Как бы она там не рассматривалась, да, там. Конечно, кто-то пытается и у религии рассматривать как утилитарное, как своего рода взаимоотношения, там, ты мне, я тебе с Богом, да? Да, да. Но это просто неправильный взгляд. Да, неправильный, но господствующий. Но при этом господствующий. Потому что просто сами церкви опускаются. Да, но при этом он прямо господствующий, этот взгляд. Ну, неутилитарным уже в нашей жизни много. Искусство действительно правильно было это звучало. Даже наука, которая вот не наука техническая, а наука высокая наука. Нет, как раз утилитарного становится больше и больше. У Сергея Борисовича Переследина недавно появился в девальский ролик по поводу метеорита. Да, по поводу неутилитарного. Там даже зарегистрировали знак, не торговый знак какой-то там. Нет, нет, нет. Речь идет о следующих вещах, как менеджер отличается от обычного ученого. Менеджер пытается все время говорить, что должна быть какой-то практический смысл. Утилитарная. Да? Утилитарная. Из них 95% уходят. И 5% пойдет действительно на исследование космоса. Мы понимаем это, да? А теперь представьте, если бы вы просто сказали, давайте просто заниматься исследованием околоземного пространства. Тогда бы теперь почти все 100% прошли бы на исследование космического пространства. Никто бы ничего бы 95% не издевал. С одной стороны, у нас есть явно, издевается Переслегин, явно неутилитарная цель, неутилитарная, которая по своим параметрам приводит явно к утилитарным последствиям. А с другой стороны, есть защита против метеоритная. Явно утилитарная цель, которая по своим последствиям и действиям оказывается явно неутилитарной. Простым, тупым разбрасыванием денег непонятно в каком направлении. Я почему бы заговорил о неутилитарном вопросе? Здесь еще есть, опять же, тема важная, неэгоистическая. Все наше поведение, все взаимоотношения людей, если оно находится в обмене, оно всегда может интерпретиться в смысле эгоистического. У нас это на каждом шагу. Это тоже замечено, что проститутка, оказывающая сексуальные услуги за деньги, плюс более низким социальным статусом, чем жена, которая оказывает эти услуги бесплатно. Это все понятно. Это все про статус говоришь. А я говорю про не про статус, а про то, как в нашей жизни возможно нечто неутилитарное, неэгоистическое, нечто такое, что с точки зрения современного понимания того, как происходит всякого рода взаимодействие, бессмысленно. Как можно участвовать в обмене вдруг не получить прибыль? Это же значит оказаться лузером, оказаться проигравшим. Как же так? Да, конечно. И как же можно, например, заниматься искусством или, допустим, быть религиозным человеком и как бы и от этого не иметь, не получить от этого дома, какие-то земли, какие-то богатства. Как вот можно не нажиться на это? Это только дурак может так не нажиться. То есть нормальный какой-нибудь предприимчивый деятель обязательно на этом он нажился. И везде говорится о том, что ты должен из всего извлекать прибыль, из всего получать как бы... Да, некоторые думают, даже профессия врача на самом деле, они думают, что это способ зарабатывания денег. Безусловно, профессия врача, просто но и свои, это не способ зарабатывания, это не способ зарабатывания денег. Поселенные человеческие жизни, это нечто, что является ее настоящим результатом, а не то, что тебе за это дали денег, и ты купил себе поддержку. Но если думать о своей профессии учителя, такова профессии, и много таких профессий... Нет, при чем здесь все было? Нет, я имею в виду, вот, допустим, была ситуация в Крымске, да, в случае стихийное бедство, да? Вот многое количество, большое количество людей добровольно туда поехало там и выполняло какие-то работы. Но это частный эпизод, система же не на этом держится. Да нет, никуда не утилитарное не делается, оно искусство есть, много что есть. Некоторые люди, есть верующие, настоящие. Оно с нами находится, только мы все это понимаем как бессмысленное. Для нас это смешно. Вот мы видим монаха, допустим, который как бы скрывается где-то в монастыре, и там непонятно, чем занимается людям, светским. Это смешно, но это бессмысленное занятие для них. Просто бессмысленно, потому что это понятие, это вещь не утилитарное. Из него нельзя излечь прибыль. Какую прибыль может быть здесь монах, сидящий там, и чем-то занимающийся, молящийся? Да, и врач, и он смешон. Врач, который спасает человеческую жизнь, он смешон. Почему? Потому что он зарабатывает слишком мало денег. Деточки. Он зарабатывает слишком мало денег. Но это о другом речи. О другом речи. Нет, просто как бы вот и потлощ, и потлощ нам точно так же кажется смешным сейчас, в наше современное время. Нам кажутся смешные какие-то безумные идеи. Он был законодательно запрещен. И в Канаде он был законодательно запрещен, и за него давали тюремный слог. Потому что как бы изначально мы, что такое рационализм, в конце концов, да? Рационализм, в конце концов, это попытка уравновесить, привести к некому единому эталону, на все найти какого-то рода, не знаю, там, эквивалент и прочее. И все вот это нивелирует, все вот такое, да, что как бы не подчиняется этому закону. Все неутилитарное, всякого рода обмен, в котором не присутствует этот эквивалент, и невозможно не найти его. И ты считаешь, как Солнце расточается, это свою энергию, и мы живем, вся Земля живет за счет этого Солнца. Вот такие, такого рода расточительности современная культура не понимает. Это безумие. Почему, если вы не понимаете, почему говорить про всю современную культуру? Ну как же, есть же и добровольное жертвование, бесплатное, и есть это, явно, какой-то материальный там... Не умоляю, что это оно есть. Подождите, добровольное жертвование состоит, что у меня есть излишек денег, и я дарю населенностью, как он сказал. Прошел, взял. Нет ничего в этом. Это раздача свинины. Ну это как перепомощь на дорогу. В украинских деревнях. Меня за то, что мне тоже принесли. Это раздача свинины. В украинских деревнях. Там явно утилитарное, что сохранение, в смысле мяса, что... Да, и как и в Каскрымском. А почему в Каскрымском? Ну точно, точно так же. Жертвы, когда вы надеете, что если пожар у вас будет, вам тоже... Как община. Это вот община. Это община сельская. Она живет, она своих немощных и какого-либо еще за счет мира она поддерживает. Не, ну помощь на дорогу. Вы вспомните, заносила снегом людей, и люди ехали, и жертвовали большие суммы. Покупали в магазинах продукты, приезжали на трассу, да и вот как бы давали. Приходили. Да, приходили, приезжали. Там по-разному получалось. Приходили. Просто это речь идет о том, что это все мило, это все замечательно звучит, но это именно рациональное. А у тебя потлачь, если бы они... Был бы потлачь, они бы то, что собирались пожертвовать людям, то у них было бы... Там еще ведь был прикол, я читал их воспоминания, там 9-10-е все одежды, которые она собирает, это была одежда, которая никому им нужна. Ее потом выкинули и сожгли. Потому что человек говорит, а надо там жить в Крымской делать. А что тут у меня есть из старых футболок, которые в ванных и таких... Или там башмаков каких-либо еще. Это там 9-10-х было бы жертвы. И вот они пришли и так называемую жертву поднесли. Вместо того, чтобы донести это на свалку, они донесли это до волонтеров, собирающих помощь Крымскому. Потлачь бы, Александр, она бы здесь состояла в том, чтобы все бы это дело полезное собрали бы своих жен, детей и квартиру, машину, и дом в одну большую кучу и сожгли публично. Вот это был бы потлачь. Вот это было бы неутилитарное в валаторском языке. Вот это было бы неутилитарное, когда у тебя в пламени жена, дочь, а потом и ты сам. Вот это по-настоящему величие духов. И вот именно человек, ты проявляешься в любом разумном проявляться. Либо в моей, либо в Батареяевской. Не в разумном проявляться. Либо ты вот пытаешься с неравным себе, субъектом именно Богом, поменяться хоть чем-то, с жертв, собственной дочерью, и жену. Либо ты пытаешься, значит, потанцевать в шкуру медведя, то есть оказаться в ситуации для себя бытия и формы. Тогда это, значит, тоже имел бы такие последствия. Между ними нужно выбирать. Я-то думаю, что ни о каком бесконечном Боге, с которым ты с какой-то здоровым взялся вот такое странное действие созердно, я что-нибудь не могу. Я чуть-чуть именно идет о празднике, а для себя бытия и форме. Уподобится действию Бога, да? По-твоему, ты считаешь, что это неправильно? То есть я считаю, что нет такого права. Нет, смотри, даже в христианстве, это есть, еще раз говорю, даже в христианстве, на горной проповеди рассказывается о том, что Бог как солнце светит и праведниками, и гречниками, и добрыми, и злыми. Так будьте живы такими же совершенными. Если вы это приветствуете, приветствующих вас, что особенного делаете? Если вы помогаете, помогающим вам, что особенного делаете? То есть на самом деле надо любить врагов. И тогда будете совершенными как Бог ваш, небесный совершен, как отец вас, небесное совершение. Тут вот именно та же логика, понимаешь, своего рода, вот есть некого рода абсолютный пример жертвенности, это жертвенность солнца. Ну, согласен с тобой, наверное, солнце от этого ничего не теряет. Ну, вот уподобится Богу, да, это возвысится. Ну, это пример жертвенности Бога, это, конечно, Иисус Христос считается. Правильно, потому что солнце жертвует себя, оно все себя расточает, но, тем не менее, от этого не становится беднее. И действительно, нужен был еще дополнительно некоторого рода ход, для того, чтобы возникла вот жертва, вот как ты говоришь, в которой одновременно Бог умирал. Вот если бы он Бог и умер бы окончательно, и мир бы остался без Бога, вот это была бы религия. А так она получилась какая-то с паналичным характером, взял и воскрес. Ну, что это такое за жертву, которая дальше аргел камень отвернул, и все это дело произошло? Ну, ведь это точно так же и с человеком, да? Человек точно так же жертвует собой, он точно так же умирая в этом мире ради других, он точно так же воскресил. Да, поэтому я говорю, что подобного такого рода жертвы, жертвования, натягивания, я считаю, есть определенные родные натяжки. Поэтому я предлагаю собственную интерпретацию этого, отличающуюся сильную от символического умения батарея. для того, чтобы быть, Продолжение следует...